Сразу две трагедии случились в новогодние праздники в далёком селе Киверичи Ромешковского района. 1 января здесь, в реке Городня, утонула маленькая девочка. Малышка гуляла без присмотра взрослых, вышла на лёд и провалилась. По факту гибели ребёнка для установления следственным путём всех обстоятельств произошедшего Беженским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователями районного следственного отдела и криминалистом регионального следственного управления Следственного комитета детально проведён осмотр места происшествия. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Представителями следствия проводится комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств в произошедшей трагедии. Следственный комитет напоминает, любой водоем – место повышенной опасности. Нельзя оставлять детей на льду без присмотра. Спустя два дня, 3 января, в этом же селе в огне пожара погибли трое детей. 2018, 21 и 23 годов рождения. По предварительной информации, 3 января около 23 часов мать детей вышла из дома. Вернувшись через 20 минут, женщина увидела сильное задымление и зайти в дом не смогла. Находившиеся без присмотра дети погибли. После ликвидации пожара обнаружены фрагменты их тел. По факту гибели малолетних Бежицким межрайонным следственным отделом, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело. Место происшествия детально осмотрено сотрудниками территориального следственного отдела и опытными сотрудниками отдела криминалистики, Следственного управления, Следственного комитета. Для определения точных причин смерти, а также очага и причин возгорания, назначены соответствующие экспертные исследования. Ход следствия по уголовному делу взяла на контроль прокуратура Ромешковского района области. На место происшествия выезжал прокурор района Иван Чурилов. Установление причин произошедшего контролируется. Кроме того, по результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних. В ходе патрулирования территории Калязинского муниципального округа инспекторы дорожно-патрульной службы остановили пешехода, который шел вне населенного пункта по неосвещенной дороге. Увидев полицейских, мужчина попытался убежать, но был задержан. При себе у него была сумка, в которой находились две пластиковые канистры и стеклянная трехлитровая банка с растительным веществом, внешне напоминающим наркотик. На место прибыли оперативники наркоконтроля. Содержимое емкостей направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УВД. Установлено, что в емкостях находилось почти 800 граммов марихуаны. Мужчина, 72-го года рождения, задержан и выдворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Продолжение следует...